День моего рождения Что ж, с вами Роман Ширейкин, поехали! Пока студенты заняты подготовкой к различным мероприятиям и учебным дисциплинам, ректорат университета тоже не дремлет. На этой неделе в стенах ЯГУ прошла встреча первых лиц города и университета, а также представителей ведущих предприятий округа. Подробности узнала наша съемочная группа. В минувший вторник состоялось четвертое плановое заседание Попечительского совета. Во время собрания были подведены итоги работы за 2015 год, а также утверждена программа развития учебного заведения на период с 2016 по 2020 года. Совет начал функционировать в апреле прошлого года. Несмотря на такой маленький срок, Попечительский совет успел рассмотреть 11 вопросов, в числе которых идея создания эндаумент-фонда и организация научно-образовательной деятельности университета при активном участии работодателей, а также подготовка специалистов по направлениям геоинформационной системы и информационная безопасность. Университет живой, университет работает. Мы подвели итоги деятельности нашего совета за прошлый год, 2015 год. Весь план работы выполнен. Ну и, судя по тем высказываниям и по тем оценкам, никто университет не критиковал за то, что он стоит на месте, что работа у него, значит, какая-то затухает. Наоборот, все отмечают активность. Активность не только студентов, но и действительно активность руководства университета. Потому что сейчас время такое. Будешь сидеть на месте, к сожалению, все упустишь. И жизнь заставляет. И самое главное, что есть светлые умы в руководстве университета, который правильно понимает современное положение вещей. На заседании также был представлен проект под названием «Повышение мотивации к учебе студентов направления техносферная безопасность». Авторами являются студенты 4-го курса Политехнического института Игорь Сарынин, Виктория Крылова и Юлия Сазонова. Эта идея была одобрена Татьяной Дмитриевной Карминской во время торжественного мероприятия, посвященного Дню российского студенчества. Суть проекта заключается в установлении социального партнерства ЮГУ с предприятиями «Газпромнефтехантес» для наработки навыков и получения профессиональных знаний. Сегодня то, что студенты представили, это, конечно же, очень пока контурный проект, потому что проект на самом деле, он обязательно определен целью, ресурсами, задачами. Но это первый их подход к такому проектному мышлению. Поэтому я абсолютно искренне говорю, что я очень хорошо оцениваю этот проект. И я думаю, что по мере того, как мы будем их продвигать по этой траектории, на выходе они смогут сформулировать итоговый проект, который будет достоин уже определенной выпускной квалификационной работы. Идею проекта поддержал генеральный директор «Газпромнефтехантес» Сергей Анатольевич Доктор, а также пригласил авторов принять участие в выездной сессии «Здоровье, безопасность и окружающая среда», которая состоится 17 февраля. Ознакомы ли вам чувства, когда вы начинаете влюбляться? Тогда голова перестает нормально работать, сердце начинает учащенно биться, а мысли нельзя привести в порядок. Итак, мы поинтересовались у студентов, а какие части тела у них страдают, когда светлое чувство начинает окрылять. В какую часть тела попадает стрела Амура? Стрела Амура, мне кажется, попадает в сердечко самую клубничку нежную. Любите и дальше друг друга. В желудок. В почки. Не знаю, потом сразу есть охота. В колено, конечно же. Почему? Ну, потому что колено самая, ну, выделяющая часть человека, как бы, и если туда попадет стрела, то человек сразу же обратит внимание, по моему мнению. Не знаю, может, безымянный пальчик. Ну, как бы. Ну, это же там на правой руке безымянный пальчик проходит артерия через сердце, ну, к сердцу там, я не знаю, как это правильно объяснить. И все, и вот она, если попадет сюда, она попадет в сердце, и человек влюбится. В голову. А тогда почему? В голову теряют люди. В лоб. Потому что там мозг, а когда человек влюбляется, любовь покоряет разум. В колено. Почему? Ну, есть такая скандинавская поговорка. Если викингу простреливают колено, то ему как бы не простреливают колено. Это означает, что он женился, и его дорога приключений закончилась. Не важно, куда, главное, чтобы эффективно и надолго. Согласно древнегреческой мифологии, бог любви Купидон попадает своим оружием стрелами именно в сердце, давая начало любовным метаниям человека. Студенты же народ особенный, поэтому у их амуров существуют свои способы для того, чтобы заставить любить. Твои студенческие новости желают каждому студенту любить и быть любимым не только в день Святого Валентина, но и в любой другой день в году. Ром, ты чего? Это все очень просто, Макс. Я тоже хочу стать чемпионом России по боксу и поехать в Венесуэлу. А как же это делают простые парни? Смотри в следующем сюжете. На его счету 15 лет спортивной жизни, тысяч часов тренировок и более 200 боев. Сегодня Андрей Ковальчук – чемпион России по боксу среди мужчин, мастер спорта международного класса. Для Андрея бокс стал неотъемлемой частью жизни. Постоянные сборы, тренировки, соревнования. Еще и с учебой в магистратуре нужно успевать. В бокс, говорит Андрей, пришел за компанию с друзьями, но в этом спорте продержался дольше всех и добился немалых результатов. Самый последний мой лучший старт, лучший результат – это чемпионат России. В Самаре 2015 года я его выиграл. Стал первым. Это самая большая моя победа на данный момент. Будущего чемпиона мама поднимала сама. По началу увлечения сына вызвало недовольство. В приоритете стояла учеба. Но когда Андрей решил сделать спорт своей будущей профессией, мама была одной из первых, кто поддержал сына. И она переживает за меня очень сильно. Она не ходит на мои бои, никогда не была на моих боях. У нас в Преве постоянно проводится турнир «Снежинка» новогодний, в декабре. И она ни разу не ходила даже на этот турнир. Да, я знаю, что она меня поддерживает дома. Даже когда она была против занятий боксом, даже когда я ехал на соревнования, я это боксировал, она всегда меня поддерживала. Я это чувствовал подсознательно. Добиться таких результатов не так уж и просто. Каждый день в среднем на тренировки уходит по 5-6 часов. Моральный настрой занимает в соревнованиях не последнее место. Как отмечает Андрей, каждая победа – это прежде всего победа над собой. Чтобы получить звание мастер спорта международного класса, нужно попасть в сборную России, то есть быть в тройке хотя бы. Я вот стал третьим в Ростове-на-Дону. Это был 2014 год. И вот это право дает, если я буду выступать на международных соревнованиях, то есть если этот турнир аибовский, то есть там есть присвоение, ну то есть нужны некоторые там, как сказать, некоторые условия обязательно, чтобы было там не менее 15 стран, чтобы было там не менее 8 участников весь. Вот если все это подходит, все эти критерии подходят, то это вот, это вот, и все равно идут право выполнять мастера спорта международного класса. И вот я вот выполнил, в том году я выиграл вот кубок нефтяных стран, Белаярск, после чем это Россия это было. И вот получил это звание. На ринге Андрею помогает поддержка близких и наставников. Настроиться перед боем помогают и мотивационные фильмы, когда подражая главному герою, заставляешь себя преодолеть свои страхи и трудности. Конечно, я переживаю, можно даже сказать, боюсь, у меня есть небольшой даже страх. Но вот этот страх, вот я им, его надо в правильное русло направлять, чтобы он не сковал меня, а наоборот, чтобы придавал мне дополнительные силы. Когда вот ты чуть-чуть боишься, то подстегивает тебя делать, вот, ну, на максимум укладываться, грубо говоря, так. Когда уже заходишь в фильм, начинается бой, уже вот это вот, чувства все пропадают. Волнение, страх. В свободное от тренировок время Андрей любит изучать жизнь и творчество великих людей. Он не только анализирует их путь успеха, но и делает для себя полезные выводы. Андрей отмечает, что это помогает ему справиться с жизненными трудностями. Трудно поверить, но пару лет назад будущий чемпион чуть было не сошел с предназначенного ему пути. Неудачи в боях, вызванные травмой, подрывали боевой дух спортсмена. Была такая неудачная полоса в жизни, вот. Я что-то проигрывал, потом у меня травма с коленом случилась, я не боксировал, не уступал. И как бы я сомневался. И вот, слава Богу, что нашел все силы продолжить и идти дальше. Вернуться в строй и поверить в свои силы помогли новые соревнования, за которыми последовали все новые и новые победы. Сейчас наш чемпион ответственно готовится к предстоящему бою. Уже 11 февраля в Венесуэле состоится полупрофессиональный бой по версии WSB, где Андрею предстоит отстоять честь не только округа, но и всей России. Сегодня Андрея кормит спорт. Теперь он сам поддерживает своего самого главного болельщика – свою маму. Андрей Ковальчук является прекрасным примером силы духа и мужества для юных спортсменов. Своим личным опытом он показывает, что получить желаемое – есть шанс абсолютно у каждого. И главное здесь – верить в себя и свою мечту. Когда-то у меня был такой случай, я тренируюсь, я не спрашиваю, типа, ты выиграешь чемпионат мира? Я говорю, да, я выиграю чемпионат мира. А потом в какой-то момент я уже перестал верить в это, что я могу даже поехать туда. А сейчас я чувствую, что я могу поехать, потому что первый номер страны. И все на самом деле близко. Я раньше думал, что там звезды, то есть они как-то недосягаемы у нас. А на самом деле все близко, все близко. Много таких случаев. Так что верьте в себя и не думайте, что вот этих сот не добиться. Физиологи утверждают, что спорт является тяжелой физической работой, которая приносит временное моральное удовлетворение. Поэтому бокс можно смело считать искусством. Искусством владения своим телом, умом и сердцем. А самое главное, искусством преодоления себя. Друзья, а вы еще не забыли про нашего хорошего, всеми любимого американского друга Логана Ферла? Он по-прежнему ждет вас на своих занятиях. Итак, запоминайте. Каждый четверг в 17.00 в языковом центре Клэва Логан проводит разговорный клуб Speaking Club. А каждую пятницу в 18.00 в центре студенческих инициатив Логан ждет вас на свой киноклуб Cinema Club. Друзья, приходите и не упускайте возможность практиковать английский с его носителем. Но на этом я говорю вам до свидания, до скорых встреч и удачи, студент! Субтитры сделал DimaTorzok